Тридцать третья глава книги пророка Иеремии И было слово Господня к Иеремии вторично, когда он еще содержался во дворе стражи. Так говорит Господь, Который сотворил землю, Господь, Который устроил и утвердил ее, Господь имя ему. — Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Ибо так говорит Господь, Бог Израилев, о домах города сего и о домах царей иудейских, которые разрушаются для завалов и для сражения, пришедшими воевать с халдеями, чтобы наполнить дома трупами людей, которых я поражу во гневе моем и в ярости моей. За все беззакония, которых я сокрыл, лицо мое от города сего. Вот я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачую их, и открою им обилие мира и истины. И возвращу плен Иуды и плен Израиля, и устрою их, как в начале. И очищу их от всего нечестия их, которым они грешили предо мною, и прощу все беззакония их, которыми они грешили предо мною и отпали от меня. И будет для меня Иерусалим радостным именем, похвалою и честью перед всеми народами земли, которые услышат о всех благах, которые я сделаю ему, и изумятся, и затрепещут от всех благодеяний и всего благоденствия, которое я доставлю ему. Так говорит Господь, на этом месте, о котором вы говорите, оно пусто, без людей и без скота, в городах иудейских, и на улицах Иерусалима, которые пусты, без людей, без жителей, без скота, опять будет слышен голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, голос говорящих «Славьте Господа Саваофа! Ибо блах Господь, ибо вовек милость Его, и голос приносящих жертву благодарения в доме Господнем, ибо я возвращу пленных сей земли в прежнее состояние, говорит Господь». Так говорит Господь Саваоф, на этом месте, которое пусто, без людей, без скота, и во всех городах Его опять будут жилища пастухов, которые будут покоить стада. В городах Нагорных, в городах Низменных, и в городах Южных, и в земле Вениаминовой, и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды опять будут проходить стада под рукою считающего, говорит Господь. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я выполню то доброе слово, которое изрек о доме Израилевом и о доме Иудином. В те дни и в то время возвращу Давиду отрасль праведную, и будет производить суд и правду на земле. В те дни Иуда будет спасен, и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут имя ему Господь оправдание наше». Ибо так, говорит Господь, не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева. «И у священников-левитов не будет недостатка в муже пред лицом Моим во все дни возносящим все сожжения и сожигающим приношения и совершающим жертвы». И было слово Господня к Иеремии. Так, говорит Господь, если можете разрушить завет Мой о дне и завет Мой о ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое время, то может быть разрушен и завет Мой с рабом моим Давидом, так что не будет у него сына, царствующего на престоле его, и также с левитами, священниками, служителями Моими. «Как неисчислимо небесное воинство, и неисчислим песок морской, так размножу племя Давида, раба моего и левитов, служащих мне». И было слово Господня к Иеремии. Не видишь ли, что народ этот говорит, те два племени, которые избрал Господь, он отверг, и через это они презирают народ Мой, как бы он уже не был народом в глазах их. Так, говорит Господь, если завета Моего о дне и ночи и устава в небо и земле я не утвердил, то и племя Иакова и Давида, раба моего, отвергну, чтобы не брать более владык из его племени для племени Авраама, Исаака и Иакова, ибо возвращу плен их и помилую их.